всем привет эти ногти я делала около двух месяцев назад и посмотрите с чем клиентка вернулась ко мне на маникюр ногти в таком состоянии из-за того что я долго не могла принять клиентку из-за нехватки времени и ей мешала длина и она самостоятельно ее убрала дома приступаем к снятию старого материала работают твердосплавной фрезой зеленой насечкой обороты около 25000 снимаю полностью все покрытие и тщательно убираю все отслойки расскажу немножечко позже чем же все-таки вывела меня клиентка из себя и не что у нас не произошло досмотрите это видео до конца если вам интересно но я хочу напомнить вам что видео знакомство со мной выйдет на 30 тысяч подписчиков поэтому давайте ускорим этот процесс и подписывайтесь на мой канал поскорее выпиливаю все отслойки немножко придерживая слойку сверху и иду по контуру отслойки для того чтобы она у меня самостоятельно отлетела как вы видите на видео ногти так испортились скажем так поднялись все чешуйки из-за того что отслойка потянула за собой ноготь и возможно ноготь не раз еще подрывался во время носки ну в общем главное убрать все эти чешуйки которые у нас оторвались от ногтевой пластины да конечно же это усугубляет процесс вот эти вот чешуйки это ноготь который просто оторвался и возможно в дальнейшем покрытие может даже носиться хуже чем носилась до этого но с этими ногтями я думаю такого не произойдет потому что в принципе после того как я спилила все вот эти чешуйки ногти были в нормальном состоянии они не выглядели как там перепиленные так далее поэтому за эти ногти я не переживаю я знаю что они хорошо относятся главное тщательно убрать все эти чешуйки потому что если мы их не уберем сейчас они могут повлечь за собой в дальнейшей носки отслойки поэтому все эти чешуйки хорошо пилочкой зачищаю и возможно можно даже помочь себе бафиком но бафик вы я не рекомендую использовать своей работе так как он не так качественно приподнимает чешуйки ногтевой пластины и он не так качественно подготовить ноготь к покрытию будет не такая хорошая ангезия сразу же подпиливаю форму наращивать сегодня ничего не будем делаем из того что у нас есть и Отодвигаю кутикулу пушером. В данном случае очень большой подкутикульный карман и достаточно объемная такая мясистая кутикула. Эту кожу довольно приятно обрабатывать, она непривередливая и очень много птеригия. Мне, кстати, нравится, когда есть с чем поработать. Прям не знаю, почему это так у меня, но такая кутикула для работы мне нравится, потому что очень хорошо видно до и после. Именно эту фрезу капля я выбрала из-за того, что у нее такой тупой кончик и он не слишком тонкий. Для этой кутикулы, для этого подкутикульного кармана он отлично подходит, потому что какая-нибудь фреза пламя, например, 18 диаметра, здесь не прочистила бы так хорошо, потому что, повторюсь, карман достаточно большой и должна быть по диаметру подходящая фреза, чтобы она заходила и хорошо все вычищала. Также у клиента активные боковые валики, поэтому именно эта фреза отлично подойдет для их шлифовки. Вообще, как бы клиенты не просили вас срезать вот эти боковые части ногтя, то есть не ногтя, а боковых валиков, правильнее будет сказать, как бы вас клиенты не просили, не делайте этого, потому что когда вы срезаете кожу ножничками, либо накожницами, вы в любом случае просто сделаете только хуже, через пару дней у клиентки нарастет эта кожа просто с большой скоростью. Я советую шлифовать либо синей фрезой на оборотах где-то 10-15 тысяч можете это делать, смотря по ощущениям клиента, но никак не срезать, старайтесь все это выполнять фрезой. Вычищаю птеригий на оборотах 15 тысяч, работаю либо сначала на реверсе, либо на форварде, без разницы. Срез буду выполнять ножницами, часто спрашиваете о том, какие у меня ножнички, ни в одном видео уже говорила, у меня ножницы от Stalix ProSmart 41-1 с изогнутыми кончиками. Очень удобные ножницы, но к ним нужно привыкнуть. Ногти готовы к покрытию, обезжирила их. После обезжиривателя я буду наносить подготовительные средства. Изначально это будет дегидратор для того, чтобы обезвожить ногтевую пластину. Далее наношу бескислотный праймер. Если вы видите, что кожа у клиента влажная, значит лучше использовать кислотный праймер, так он даст лучшую ангезию с материалом. После нанесения бескислотного праймера я наношу тонкий слой каучуковой базы. В этот раз буду укреплять ногти гелем, у этой клиентки всегда хорошо носится только гель, поэтому даже на короткой линии я буду использовать именно его. Но под твердый материал обязательно нужна подложка из каучуковой базы, поэтому ее и наношу. Дальше буду укреплять ногти гелем. Эта клиентка очень любит и всегда при каждой коррекции просит меня сделать ей очень объемные и толстые ногти. Ей так нравится, как они выглядят, поэтому делаю все, как хочет клиент. У вас есть такие клиенты, которые приходят и говорят, сделай мне ногти потолще, пообъемнее? И соглашаетесь ли вы с этим? Напишите, пожалуйста, в комментариях. У меня, например, много таких клиентов, и некоторые даже делают это не из-за того, что им так нравится, а из-за того, что они думают, что так будет лучше носиться. Промазала ноготь тонким слоем геля, затем на этот слой, не просушенный, выставляю капельку материала. В данном случае я использовала гель силкар оттенок, по-моему, кавер дарк называется. Это самый темный оттенок из линейки геля силкар, но я советую вам использовать эти гели только в том случае, если вы берете серию LED. Серия Уф гелей от силкар очень плохо ведет себя в носке, как я, в принципе, пробовала, мне не понравилось, как ведет себя в носке. И плюс Уф гели, они в лампе не схватываются быстро, они успевают на какую-то сторону затечь. И вот в данном случае мы выбираем с клиенткой цвет между двумя оттенками. В итоге клиентка выбрала вообще третий оттенок красной кошки. На видео не совсем понятно, но там была малиновая и серебряная, а мы выбрали вообще красную, то есть клиентка выбрала вообще красную кошку. И вот я начала наносить ее, на все ногти нанесла, начала покрывать гель-лак под кутикулой этот красный цвет. И видите, что случилось? Клиентка передумала, просто передумала. Мы выбирали, выбирали цвет, выбирали из двух, выбрали третий. И она просто на том моменте, когда я подводила гель-лак под кутикулу, передумала и сказала, стирай, мне не нравится. Ну, в общем, бывали ли у вас такие случаи? Конечно, иногда это не совсем приятно, когда ты уже нанесла гель-лак на все пять ногтей на одной ручке, начала подводить красный гель-лак под кутикулу. А мы с вами знаем, что красный гель-лак очень тяжело вытирается. Он буквально моментально просто впитывается в кожу. И вот эти красные остатки лака остались, как по мне, даже после, я не знаю, после десяти раз обезжиривания ногтей. Я апельсиновой палочкой и салфеткой потом все это вытирала. Но, в общем, он все равно остался в глубине пазух. И это, конечно, меня очень расстроило. Напишите, бывали ли у вас такие ситуации, когда вы с клиенткой выбрали какой-то цвет, вы уже почти сделали все, отправляете руку в лампу, и клиент просто отказывается от того цвета, который вы сделали. Конечно, это немножечко так выводит из равновесия. Но лично меня, а вас? Ну и приступаю к дизайну. Нарисовала я листики этой же кошкой, которую покрыли мы все остальные ногти. И добавляю черной прорисовки. Немножко осенний такой дизайн, нежный. Ну, кстати, этот вариант выполнения мне понравился даже больше. С какой-то стороны я рада, что клиентка выбрала такой именно цвет, потому что на такой длине, на такой форме, очень хорошо он подходит к этим ручкам. Возможно, если ногти были бы длиннее, вот этот красный смотрелся намного симпатичнее. В принципе, то, что клиентка передумала, это, наверное, даже хорошо. А как вы считаете, какой цвет нужно было оставить на этих ноготках? Напишите в комментариях. Знаю, будете спрашивать о кошке. Это кошачий глаз от Сага. Серебряная кошка. Точно ее номер не помню, но она там одна в таком экземпляре. Добавляю вокруг веточки, точечки, и, собственно, дизайн готов. Осталось перекрыть ногти топом. Топ, кстати, спрашивайте, какой у меня топом. Пользуюсь от Лемар, без липкого слоя. Собственно, вот и весь маникюр готов. Обязательно буду ждать в комментариях ваше мнение, вашу обратную связь по поводу моей работы. Спасибо всем большое, кто поддерживает мой канал, кто подписывается, ставит лайки. Мне очень приятно. Всем большое спасибо за просмотр. Я с вами ненадолго прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok